привет всем меня зовут юля и вы находитесь на моем канале вязание всем что связано с вязанием сегодняшнее видео я посвящу ангоре о вещах которые связала из нее здесь к сожалению не все может быть к счастью кое-что у меня приобрели кое-что скоро уедет я расскажу о том из чего связано каждое изделие по мере на длину расскажу если у меня описание мастер-класса на каждую из них и вероятно благодаря этому видео вы почерпнете что-то новое что-то увидите что хотели воплотить но сомневались и это послужит вам какой-то такой вспомогательной палочкой давайте начну я вот с этой повязки эта повязка буквально связано только что я сразу села снимать видео она еще не постирана с обратной стороны вот так виднеются нитки повязка связана в четыре нити здесь у меня две нити сейчас покажу вот такие нитки бледно-розовая с таким сиреневато таким холодным оттенком и вот такой натуральный серый слегка слегка такой кофейно-коричневый оттенок две такие нитки и еще здесь две нитки одна нить это диаманты от лана гросса это стопроцентный полиэстер и на такой полиэстеровой нитке находятся микро пайетки сейчас очень модно стало вот такой блеск добавлять значит одна нитка такая и вторая нить это тоже лана гросса но называется набрелина здесь у нас вискоза с металлизированной нитью с и при вязании получается вот такой эффект как как вы видите в этой косе смешивать хочу просто смешать и показать вам зачем вот так в четыре нити я вязала и получается у нас такая повязочка что касается вот этой пряжи сразу скажу это пряжа от фирмы родина yards здесь в 25 граммах ну да в целых моточках 25 грамм которые весят в них 112 метров это достаточно толстая ангора если сравнивать с волосе то волосе потоньше это вот моточек волосе в нем 160 170 грамм если вы захотите связать такую повязку я выпускаю на нее мастер-класс описание будет на моем канале переходите по ссылке поставлю наверху ссылку и внизу под видео в тексте тоже напишу ссылку на описание вот этой повязки четыре нити связано вот такой толстой ангорой если вы захотите заменить ангору то можно использовать вот волосе в принципе любую другую же чтобы сориентироваться по плотности можно взять например волосе не в 2 нити а в 3 и получится близкая толщина любом случае нужно вязать всегда образцы смотрите у меня это повязка еще не выстирана поэтому пух не вышел когда я постираю пух сильнее поднимется в принципе еще рекомендуют расчесывать и вычесывает до ангору чтобы пух поднимался но я этого не делаю я стираю со специальным средством для стирки для шерсти выполаскиваю очень тщательно и пух поднимается сушу на полотенце иногда даже кладу на радиатор но на расстоянии я возле радиатора ставлю табурет и вот такие есть небольшие вещи кладу рядом они помещаются быстрее высыхают я их так расправляю и все сохнет быстрее потому что иначе все очень медленно бывает сохнет что касается добавочных нить я хочу сказать смотрите когда вы добавляете вот такие нитки полистир или хлопок кангоре они увеличивают не только плотность но еще и крепость как бы изделия потому что ангора в принципе сама по себе очень нежная на склонно ну так скажем растягиваться а вот такие нити не дают и не растянуться не порваться и легкость в них кстати сохраняется я вижу плотно вот этот бежевая шапка тоже давайте немножко покажу это за другой ангур она уже по стены текой пух пошел она тоже связана в две нити другой ангур и к ней добавлена вот такая нитка золотая только нет вру смотрите вот такая без блеска здесь вискоза с люрексом и люрекс какой бы он ни был очень тонкий или какой-то средний вот ну например по такой полистир тоненькая нитка он добавляет прочности саму полотно самому полотну и она вас не растянется вот такая повязка что касается размера она мне вот так 23 сантиметра то есть в окружность длина до по ней 46 и 6 сантиметров ширины вот эту не обратная сторона я вывезла одной ниткой ну одного цвета точнее чтобы было видно где на затылок потому что иначе вот длина раппорта здесь разница потому что мне нужно добиться определенной длины и где я закончу косу я не знаю поэтому затылок у меня вот здесь и он выделен дальше давайте расскажу вот про вот эти две розовые шапки шапки связаны как раз кстати из пряжи вулсин конечно другого цвета вот такого розового пепельная роза и нежно-нежно роза вот такой ну как жвачка наверно цвет как видите у меня уже с бирочками эти две шапки достаточно давно они мне находятся пока они они выставили на продажу пока еще их не продала продала одну такой винного цвета эта шапка двойная вот я и вывернула здесь бирочка придерживает внутренняя сторона связана из-за мериноса по плотности 50 граммах 125 метров вы можете выбрать любой вам понравившийся меринос например там премьер или атлан агата премьер это бибиби такую шапку можно связать также по моему описанию которую хоть находит мне на канале ссылку ставлю и внизу под видео тоже ссылка будет на в описании шапка связана из альпака двойная альпака там здесь у меня ангора и наверху меринос то есть воспользовавшись описанием можно ну импровизировать и использовать такую пряжу как у кого вам какой вам нравится вот таким способом закрыта у меня в описании здесь макушкой закрывала смотрите без центральной вот этой петельки и здесь кстати по ангуре можно сравнить как бы вам хотелось по этим гром шапкам закрыть макушку за макушку не закрыто в четыре сектора обе из них давайте сравним вот здесь меня центральной петли просто вот так встречаются сектора купола шапки а здесь у меня есть центральная петля на мой взгляд конечно вот этот вариант более приемлемый потому что здесь какая бы ни была пушистая до ангора все равно видно вот этот такой черный провал как бы как шов между секторами ну а здесь зато видна вот эта петля какой вам вариант больше нравится такой или такой можете выбрать ваш напишите в комментарии что вам больше по душе какой бы вы выбрали что касается посадки фотографии я поставлю как сидит эта шапочка на голове она не очень длинная обе из них не очень длинные вот так 23 по ширине ну то есть не на обхват головы ориентировочно 54 56 высота 24 ну судя по высоте можно понять что она сидит слегка слегка с напуском это даже выглядит короче вот 23 и в принципе я бы рекомендовала именно вот так вязать вот такие двойные шапки ну по крайней мере такие пухлые то есть не очень длинными потому что если вы будете вязать длинную шапку тогда уже вяжите сильно длиннее чтобы под тяжестью вот как бы купола она вас опускалась с макушкой потому что если вы свяжете чуть чуть длиннее то макушке не будет хватать как бы веса чтобы упасть вам за на затылок а будет просто вас торчать ну если кому-то это нравится то такой можно способ применить я в принципе люблю чтобы макушка была опущена и опускалась вот так на затылок но таким вот грустным гномиком в принципе это очень красиво смотрится здесь у меня кстати связано тоже из меринос и но обратите внимание здесь два цвета нити у меня просто оставались матки близки по цвету я решила их вот так применить череда чередуя персиковые розовую и макушку месть розовая и кстати подкладочную видно что я заужала на сантиметров здесь на 7 от начала шапки вот так чтобы она не сильно внутренняя часть не было сильно больше чем внешне здесь тоже есть такие места где заужала ность буквально там три-четыре петельки и дальше вижу прямо уже до сектора сужения пушистость можно под увидеть здесь кстати две нити ангоры волосе два матка ушло чуть-чуть осталось и в изнанке я уже не помню точно но по-моему здесь один или полтора моточкой давайте теперь перейдем вот к этой серой шапочки эта шапка связано тоже из волосе плюс 1 нить мериноса то здесь две нити 1 ангоровая другая мериносовая вот с таким двойным отворотом вот такая ангора и вот такой меринос такие у них цвета вязала я вот так в две нитки плотно я вообще стал вязать кстати очень плотно на тонких спицах все шапки я бы вам это рекомендовала потому что полотно у вас не растянется в процессе носки и она смотрится более знаете такие шапки такие крепкие такие пухленькие получаются потому что если вы рыхло свяжите то у вас и петля такая будет грустная и растянется и вообще шапка не будет форму держать поплывет вот так связано видно что узор здесь не просто резинка один к одному здесь у меня резинка один к двум с изнанки вот видно два к одному то есть смотрите как я вязала я вязала вязала резинкой один к двум довязала до определенной длины сейчас померю и стала снова вязать и таким образом получилось что я начала вязать уже как бы с лицевой стороны шапки это сделано для того чтобы можно было отвернув вот так отвернув шапку мы получим отворот и купол основное тело шапки одного рисунка отворот здесь у меня почти 20 сантиметров шапочка правда мелковата мне кажется вот 20 сантиметров 20 на 20 получается я что-то вот я и связала потом стала любить более свободной посадки шапки принципе она сидит на пятьдесят пять обход головы но можно и на на меньшую такую голову посадку если я сделаю фотографию я поставлю как она на голове выглядит вот так я закрывала макушку тоже четыре сектора это один из моих как бы любимых закрытий купола иногда на 6 секторов закрывать здесь вот на 4 но здесь я сделала через две изнаночные вот они здесь не тронуты и к ним подсоединяло вот так сверху смотрите накладываются лицевые тоже закрывала через ряд стандартно чтобы была такая круглая шапка круглая макушка если вы хотите что у вас получилось круглая макушка закрывайте через один ряд шапочки если вы хотите более вытянутую то можно закрывать через два ряда петли получится более вытянутая форма для круглой формы через ряд она классно сидит мне нравится в принципе как вот такой подход меринос плюс ангора не бойтесь экспериментировать сюда можно еще добавить ну например какой-то серебряный блеск не такой золотой серебряный и она еще будет сверкать вообще будет классно попробуйте связать такую шапку я думаю вам понравится теперь расскажу про вот эту шапку эта шапка тоже связана в две нити ангоры и одну нитку брелина это которая вискоза с люрексом поэтому получается вот такой ненавязчивый блеск сильно-сильно внутри прям блестит мерцает не блестит даже шапка связана из ангоры вот такой родина ангора from the farmer вес у нее 25 грамм 120 метров нитка выглядит ну вот моточек вот превращается в такой кусок меха буквально получается прямо в целого кролика вот видно на сгибе посмотрите буквально мех потрясающий пушистый ангоры более пушистый я пока не встречала я из разных ангор вязала не то чтобы у меня огромный опыт ангоры но в принципе вы видите как минимум три производителя я уже испробовала и вот это оказался самый меховой то есть вот здесь две нитки и вот так они пушатся причем смотрите они пушатся как бы по дикому то есть раз здесь такой пучочек потом как будто бы пробил потом раз опять смотрится в массе очень красиво и она мягкая она не настолько знаете как ну как вот это как пух какой-то ты трогаешь например а здесь она более шерстяная то есть более жесткий волос ну конечно же не не жесткий а более сам по себе такой твердый ну так скажем в общем здесь у меня было четыре вот таких мотка вот столько поставалось и два моточка брелина и вот брелина тоже осталось достаточно много шапка это связано на обхват головы 53 но девушка любит посадку свободным поэтому она связана вот шириной 24 вот так вот 27-28 нижняя часть шапки это платочная вязка связана спицами номер 3 здесь у меня порядка по моему там шесть пять с половиной шесть сантиметров дальше я вижу 11 рядов лицевой гладью дальше снова платочная вязка и так чередую так вот здесь три номер три спицы дальше спицы я использовала три с половиной для чего для того чтобы вот эта часть которая нас находится ну в обхвате головы во первых плотнее сидела и большую дополнительную прочность на растяжение дает а здесь как бы купол по свободнее и кстати пластичность полотна чем свободнее спицы тем более пластичного вас получается полотно в том месте где вы вяжете внутри когда мы вяжем платочная вязка нас получается вот такой шовчик огромное количество как связать платочной вязкой в круговую на youtube и когда вы вяжете где вот так правильно с переходом с ряда на ряд то шва совершенно незаметно вот этого стыка очень классно наверху я закрывала здесь шесть секторов почему 6 потому что у меня здесь есть в закрытии макушки вот это ну как бы обвязка платочная вязка платочная вязка и она делает круг если бы очень читабельно в общем вот эта линия если бы я сделала в 4 сектора то у меня был бы 10 квадрат я не хотела сделала 6 секторов и получился такой лучший шестиугольник октагон дали как он называется вот так и закрывала без центральной петли просто направо закрывала петельки также чтобы шапка у меня дополнительно держала форму не растянулась я всегда за это очень сильно переживаю я внутри провязала крючком как эта цепочка до петель крючком вот здесь видно вот эта цепочка взяла вот эту нитку которая участвует в вязании хлопок вискоза с люрексом и просто провязала вот так в круговую вот такую цепь в общем вот такие нюансы нате у нас и складывают хорошую посадку ну и пока я вязала ту шапку конечно мех пух летел везде просто вот везде самое вот линяло это вот это получилось ангора но я думаю что наименьше линяло вот это не потому что ангора там лучше другого качества потому что здесь участвовало вязание дополнительные две нитки и они сдерживали пух и как бы крепко его крепче его прижимали к полотну я выстирала и теперь эта шапка кстати совсем мало линяет вот такие вещи у меня связаны из ангоры если у вас есть какие-то вопросы напишите в комментариях я постараюсь ответить на них все что знаю все что могу подписывайтесь на мой youtube-канал на мой канал в яндекс эфире там мне тоже создала я желаю удачных проект удачного вязания до новых встреч пока пока